здравствуйте друзья вопрос задают который моделирует фактически то что с нами произошло в свое время в соединенных штатах то есть вопрос такой вы вот мы приехали представьте себе как что вы приехали и у вас ребенок школьного возраста который закончил школу в соединенных штатах но собственно это и есть наш случай так у нас так и было вот у нас был ребенок школьного возраста ей было почти 11 лет и вот значит она закончила школу соединенных штатов и спрашивает вот в каком направлении как бы ребенку развиваться с точки зрения профессии вот представьте себе что вот это тоже вы в кремниевой долине но вот у вас нет тех финансовых возможностей которые у вас есть сейчас значит и так далее а вот тем не менее вот чем заниматься вот на что ориентироваться я хочу сказать что когда наш ребенок поступал в университет у нас не было тех возможностей которые есть сейчас с одной стороны с другой стороны мы бы можете под под напряглись бы потому что она подавала документы в разные университеты в частности в стэнфорд и если бы ее взяли в стэнфорд нам бы это стоило хороших там 35-40 тысяч в год ну все вместе да то есть может быть какие-то лоуны там надо было брать и так далее но что тут скажешь да даже в то время в принципе мы бы справились если бы если бы уже так к этому пришло то учитывая что там дают возможность там и подработать и взять в лоун и так далее можно можно было бы справиться но давайте так значит первое что я хочу сказать если мы говорим про ребенка девочку которая учится в школе разные девочки с разными интересами в жизни например наша была в общем-то достаточно гуманитарная при том что она и техническая по-своему тоже то есть она там веб-сайтики делала там и я думаю что если бы так жизнь сложилась она вполне могла бы делать какую-то такую техническую работу я не знаю ну может не программистом но уж тестером то легко но будучи человеком гуманитарным она училась поступала на журналистику в беркли она училась поступала на журналистику по ходу дела перевелась на историю и заканчивала по истории у нее бакалавр по истории потом она поработала пару лет и началась рецессия работала на рекрутер айтишным потому что куда деваться вот бакалавром по истории работала айтишным рекрутером неплохо зарабатывала пришла к мысли о том что зарабатывать работать надо там где хорошо зарабатываешь когда уже привык зарабатывать так уже не хочется там на три копейки переходить и она закончила law school то есть юридический факультет там же в беркли и стала адвокатом сейчас на адвокат партнер там в компании значит мы ни в каком смысле не не советовали ей и не определяли чем заниматься то есть мы как бы поддерживали ну значит ну ну не инженер значит не инженерно не всем же быть инженерами я хочу сказать что и врачом быть неплохо и адвокатом быть неплохо и ученым быть неплохо давайте айтишными технологиями и там какой-то микробиологии а чем плохо хватили там допустим охраной окружающей среды заниматься чем плохо в ней не внести но индустрии работы ну то есть полно всего братья значит все таки я не думаю что есть какой-то такой знаете путь что вот он всем так универсально подойдет бизнес ведь очень много молодых людей девочек мальчиков учиться в соединенных штатах на то что называется бизнес администрейшн то есть вот как бы каждодневные операции в бизнесе и это тоже большой как сказать большой бизнес большое направление сколько здесь есть компании сколько здесь есть людей которые занимаются администрированием в этом бизнесе вы слышали наверняка про такую степень как там мбм мастер бизнес администрейшн если вы в хорошем университете получите своего имени вот в стэнфорде например это путевка в жизнь еще так другое дело что вы знаете вы можете получить мастера бизнес администрейшн в 25 до 27 лет но в 35 и 55 но ссылаться на то что я когда-то получил там вот этого мбм маловато будет то есть надо за оставшиеся годы чего-то добиться в жизни пользуясь тем что у тебя есть этот мбм пользуясь тем что он открывает тебе какие-то дороги и так далее то есть есть люди которые больше с людьми так успешнее работают а есть такие которые больше закопаются как мы там техническую задачку решают и сами сами по себе лишь бы никто не мешал тоже то есть от ребенка конечно очень много зависит от этого ребенка и я бы на самом деле просто смотрел какие есть склонности есть же тесты на профориентацию я бы может быть сходил ради такого дела не пожалел бы сколько там это стоит там не знаю 300 долларов 500 сходил бы какой-то тест сделал на профессиональную ориентацию я не знаю если такие именно эти тесты в той стране где вы живете я так понял что мама с ребенком еще не живет соединенных штатов она в фейсбуке мне прислала вопрос но значит там где вы живете есть какие-то тесты и насколько я понимаю сейчас многие тесты американские они уже такие вполне международная то есть в разных странах дают может они так переведены и есть люди которые этим занимаются они определяют склонности ребенка и я хочу сказать что когда я брал этот тест но мне уже было там лет 55 но я взял этот тест и просто но но невероятно какой был результат то есть я там и психиатр и и математик и еще и видеооператор тоже под конец оказался то есть среди вот таких наиболее там соответствующих моему типу профессий то есть я на самом деле не вышел за рамки того что у меня по этому теста выходило я к сожалению там его не в 15 лет брал а вот уже через 40 после того как надо было бы взять но тем не менее есть эти тесты так что если вы хотите действительно чтобы ребенок девочка чтобы она состоялась вот так профессионально значит надо конечно следовать тем талантом которые у ребенка есть с одной стороны с другой стороны я хочу сказать что чем бы она ни занималась существенный вопрос в том как ты это делаешь то есть быть понимаете сказать что вот лучше быть троечником вот в этой области чем быть троечником вот в той области я бы я хочу сказать что троечником ни в какой области быть не надо поэтому конечно желательно заниматься тем к чему душа лежит чтобы не быть троечником но есть люди как бы ответственные и они уже чем занимаются тем занимаются ответственно поэтому вот я такой был на самом деле я был академический такой мальчик из физмат школы сложилось так что я попал в институт связи у меня мысли не было что когда-то буду учиться в институте связи ну так вышло вот волею судеб но и я был в институте связи учился за пять лет ни одной четверки не получил бы круглый отличный я бы в другом институте также учился конечно были профессии которые мне не нравились мне не нравилось там где химия и черчения поэтому я оказался в институте связи они допустим там в нефтехимическом имени губкина там чуть-чуть не знаю можете об нефтяником был но мне вот химия не нравится поэтому то их а может зря не нравилось не дай можете бы разобрался был хорошим химиков почему нет не знаю вот так какие-то были детские такие антипатии так вот существенно как заниматься если человек добросовестный и он учится хорошо и он делает максимум того что он может сделать и он учит самые сложные вещи которые можно учить и когда он работает он не дает себе скидки тут дискаунт там дискаунт это я завтра сделаю это не мое это пусть мальчики делают это не для девочки там еще чего-то вот как начнешь себе дискаунты вот эти отдавать так и проживешь какую-то такую жизнь серенькую есть такое слово вот в английском языке в английском языке медиокр медиокр такой как бы сказать посредственный такой компромисс ненький такой никакой не яркий вот не хочется медиокр и вот как только человек по жизни говорит себе я выкладываюсь по максимуму на пределе своих возможностей вот так этот человек абсолютно в любой области он уже состоится конечно если он ну что называется родился для этого да у него какой-то талант особый в этом деле он может выше взлететь чем если он будет заниматься чем-то где у него вот там скажем выкладывание по максимуму есть а вот такой страсти настоящие ли там с каких-то способностей особых которые надо было бы иметь вот нет но я бы все-таки сказал что гораздо важнее то как девочка ваша будет заниматься тем что она выбрать выберет чем что конкретно она выберет и последнее что я хочу сказать поскольку мы тут люди работающие в технологиях так или иначе там прямо или косвенно я как папа девочки и как дедушка двух девочек значит я хочу сказать что мне очень нравится когда дети девочки находятся в таком месте профессионально или там не знаю по интересам где много хороших мальчиков хороших не не вообще мальчиков и хороших поэтому я считаю что технологии или там шахматы я не знаю я свою я свою когда-то в шахматы возил через всю москву потому что у меня вот была такая мысль что надо быть там где мальчики умны так значит вот технологии в данном случае там существенное преобладание мальчиков хороших они зарабатывают хорошо они как бы сказать трудятся там и так далее и и в целом это как бы в процентном отношении как бы демографически вот это благоприятное такое место и мне не очень нравится вот допустим то есть я понимаю что есть девочки гуманитарные но просто сама идея о том что ты того что ты учишься там в группе 25 человек там 4 мальчика я знаю людей которые так в такой обстановке учились но я считаю что лучше когда четыре девочки и остальные мальчики для девочки вот так что хотя в принципе ты в институте конечно ты в университете ты учишься там не исключительно ради мальчиков но это круг это твой круг знакомых это та среда из которой в конечном счете статистически я не хочу сказать конкретно там для даши или для маши или там для люси но но в целом я считаю как среда это вот так по житейски да я бы сказал что мне это больше нравится но опять если человек к этому делу не тяготеет и настроение нет и так далее ну тогда наверное не надо ну что же через через себя то через силу ломать и и так далее вот это так если так мы абстрагируемся а дальше это все конкретно так что пожелаем маме успехов в воспитании дочери и чтобы девочка росла счастливая и как бы самодостаточная счастливо